Всем привет, я Айка и наконец-то я взяла себя в руки, взяла в руки камеру и начала снимать контент. Я решила, что все, хватит Айка расслабляться, потому что я очень много времени ничего не снимала в связи с последними новостями, событиями и так далее. Мою позицию вы можете узнать в инстаграме, переходите, подписывайтесь, читайте мои посты, не знаю, смотрите мои истории и так далее. Но очень много людей, кто не подписан на мой инстаграм, писали свои вопросы сюда, что сняли ли мне монетизацию, что произошло с моим каналом, буду ли я получать деньги и так далее. Я бы хотела вам об этом рассказать, в принципе в инстаграме у меня были скриншоты, поэтому люди, кто подписан уже, наверное, повторно во второй раз будут все это слушать. Но ничего страшного, можете перекрутить, в любом случае такая функция имеется. Что касается моего канала, у меня нету никаких ограничений, у меня монетизация, так как мой канал оформлен в Азербайджане, я получу налоги здесь, у меня карта азербайджанская, поэтому у меня особо никаких проблем с этими моментами нету. Но это не значит, что это никак меня не коснулось, меня тоже это коснулось. Например, у меня купили рекламу, а сейчас мне это все отменили дело. Вот, это было приложение из App Store, которое уже удалено. Ну да ладно, бывает, это не самые большие потери, больше всего меня удивляет и раздражает, если честно, аудитория некоторых блогеров, которые пишут в комментариях, что ой, как хорошо, у вас сняли монетизацию, теперь пойдете работать на хлебнике, вот идите на завод, наконец-то настал этот час. И как вы можете говорить так про человека, я вот честно, искренне не понимаю, люди вкладывают время, силы, деньги в свой канал, покупают у других каналов рекламу, чтобы развивать это все дело. Если вы, например, учитесь в универе или получаете какую-то корочку, например, да, к примеру, для развития YouTube канала тоже нужно время, хотя бы полгода, год точно. И мне искренне жалко этих людей, у которых такие проблемы, и я искренне надеюсь, что в ближайшее время все это разрешится, наконец-то монетизация будет, и этих проблем мы никогда не увидим. Поэтому мне грех жаловаться, если честно, у меня, может, проблемы где-то 2-5%, у людей проблемы там 95%, поэтому мне, если честно, грех жаловаться, нужно взять себя в руки и начать снимать для вас контент, понятное дело. Некоторые блогеры говорят, ой, как хорошо, наконец-то конкуренции не будет, много людей отсеется и так далее. Я так не считаю, если честно. Я считаю, что человек заходит на YouTube, потому что здесь много контента, есть выбор. И здоровая конкуренция, это всегда хорошо. Я, наоборот, вот радуюсь, когда вижу новый бумажный канал, они привлекают новую аудиторию, другую, которая чисто случайно натыкается на этот контент, а, возможно, эти же люди увидят потом меня, и я им тоже понравлюсь, например. Поэтому я считаю, что если контента будет меньше, это, наоборот, будет очень плохо. Наоборот, хорошо, когда контента много, и у людей всегда есть выбор. Это замечательно. В общем, моя позиция такая. И я не рада этому абсолютно. Наоборот, мне было очень грустно, и я ничего не снимала. Но сейчас уже потихоньку я хочу войти в колью. Но, я знаете, что поняла? После того, как я создала бумажный канал, и он хорошо начал набирать просмотры, то есть мой канал, которому 3,5 года, получается, на нем на каждом видео где-то 50 тысяч просмотров, а канал, которому 5 месяцев, на каждом видео по 100 тысяч просмотров. И это вселило в меня какую-то надежду, уверенность в себе, что если я захочу, я могу. Я в какой-то момент начала думать, и это не сейчас, где-то 3 месяца, 2 месяца назад, когда мой канал бум выстрелил, я начала думать о создании канала на английском языке. Могу объяснить, почему. Не в связи с этой ситуацией. Я этим хочу заняться даже не сейчас. Я хочу начать учить английский, нанять хорошего преподавателя, а возможно, даже мне будет помогать мой парень, потому что он чисто владеет английским, он будет мне писать какие-то сценарии, какие-то тексты на начальных этапах. Зачем мне канал на английском? Могу вам объяснить. Многие меня осудят, скажут, вот какая ты плохая. Но я скажу вам правду и скажу вам в лицо, так скажем. Во-первых, канал на английском языке будет приносить в 7 раз больше дохода. Если здесь я получаю, например, 1000 долларов, условно 1000 долларов, то на английском языке этот канал будет приносить 7000 долларов. Плюс очень много людей, говорящих на английском языке. Да даже в России, да даже я вот часто бывает смотрю блогеров англоязычных, смотрю на их жизнь, как они живут и так далее. Поэтому я считаю, что перспектива развития канала на английском языке, она очень велика, и это очень хорошая идея, я считаю так. Но пока что у меня нету возможности создать такой канал, потому что я чисто не говорю на английском. Прежде всего нужно хорошо говорить. Уже монтаж, азы монтажа, как преподносить, какую обложку делать. Это все, конечно, я уже знаю, потому что у меня есть хоть какой-то опыт. Поэтому я планирую, ну где-то через полгода, может через год, может когда-нибудь создать канал на английском языке. Но самый главный момент, не рекламировать этот канал на своем основном канале. Потому что если мои основные зрители увидят этот канал, перейдут, начнут писать комментарии, например, подписываться, смотреть, автоматически это видео уже будет в рекомендациях здесь у нас в СНГ. А я не хочу, чтобы это видео было в рекомендации СНГ. Я хочу, чтобы именно мои видео были в рекомендации где-то в Штатах, в Америке, в Европе и так далее. Что нужно для этого? Нужно купить рекламу у какого-то американского блогера. Но это стоит пипец, как дорого. Я просто поузнавала цены. Но я, наверное, куплю рекламу какого-то небольшого блогера, малепусенького какого-то. И буду потихоньку развивать. Но пока что вам не показывать, не говорить ничего не буду. Для начала нужно хорошенько выучить английский, нанять репетиторов. Да даже можно без репетиторов. Сейчас в Ютубе столько разных обучающих роликов, столько всего. Можно даже просто смотреть другие распаковки, других блогеров какие-то слова, ставить себе на заметочку и так далее. В общем, что могу сказать? У меня есть вот такие вот планы. О них я вам рассказала. Получится, не получится, не знаю. Будем держать кулачки. И надеяться, что эта ситуация в ближайшее время разрешится. Все будет офигенно. Надо верить в лучшее. Красавец мой спит. У него нет никаких проблем. Жизнь прекрасна. Шлетки мой котик. Котик, котик, котик. Здесь уже почти загрузила видео. Сейчас надо хэштеги написать, название, обложку. И все закину. Сегодня тем более я ухожу. Надо быстренько это все сделать. Накрашенной я выгляжу, мне кажется, гораздо лучше. Хотя брови как-то неаккуратно получилось в этот раз накрасить. Мне плюс нужен хороший гель для бровей. Кстати, насчет моих бровей. Почему-то пигмент уходит на нет. Мне кажется, где-то через полтора-два года этих бровей как и не будет. Как и не было. Во-первых, я не сделала коррекцию. Во-вторых, у меня очень хороший обмен веществ. Это как раз таки связано с тем, что я, например, ем и не поправляюсь. Я делаю, например, губы, они у меня сдуваются. Это тоже связано с этим. Поэтому я думаю, что бровей где-то через два года уже не будет. Я раньше думала, как только сделала. Мне не понравились губы брови. Я начала смотреть видео, как вывести брови, там, не знаю, лазером. Смотрела эти видео и ужасалась. Я понимаю сейчас, что это меня не ждет. Потому что все сходит на нет. Уже почти нет. Но зато есть плюс. То есть здесь растут волосы. Я начала бурить эту зону. И здесь теперь растут волосики. Ну да ладно. Сейчас не об этом. Я открыла свой инстаграм. И там были вопросы от моих подписчиц из Казахстана. Девчонки спрашивали, будут ли распаковки сайта Shane на моем канале. Потому что они очень ждут подобные видео и заказывают. Поэтому хотелось бы сказать вам. Я, конечно, понимаю, что Россия сейчас не может заказывать вещи с сайта Shane и вообще с других сайтов с разных. Ну, в общем. Но дело в том, что меня Россия смотрит только 20%. А все остальное это Казахстан, Азербайджан, Украина, Узбекистан и так далее. То есть эти все страны тоже меня смотрят. А Россия это всего-то навсего 20% моей аудитории. Поэтому, конечно, будут эти распаковки. Все равно я эти вещи буду покупать для себя за свои деньги. И я по-любому вам это покажу. А, например, сегодня мы должны увидеться с моим парнем. Я хотела себе купить тренч. Или как он правильно называется? Тренч, да? И он здесь стоит, получается, в долларах 100 долларов. Блин, я даже не знаю, как конвертировать это все в рубли. Сейчас курс так прыгает. Это просто нечто. Ужас, конечно. Ну, в общем, тренч стоит 100 долларов здесь. А на Шейн он же стоит 30 долларов, 40 долларов. Разный есть. Поэтому мне выгоднее, конечно, заказать Шейн. Очень много там отзывов положительных. Мне нравятся вещи Шейн. У меня стандартный размер. Поэтому по-любому я заказывать буду. Если я все равно заказывать буду, что ж вам не показать, так скажем. Вот, даже я заметила, что некоторые американские блогеры снимают распаковки Шейн. У меня в голове возникла такая идея. Так можно и на этот канал снимать, и снимать эту же распаковку, например, на английском языке. Но это, конечно, все сложно. То есть у меня не настолько совершенные английские. Но в любом случае, как идея, почему бы нет, так скажем. В общем, вот такие вот дела. Я надеюсь, что это видео для вас было информативным. Кто реально волновался за меня, что меня отключили монетизацию. Тех я очень целую, люблю. Спасибо вам огромное. Но все в порядке. Дай бог все наладится. И у нас у всех все будет отлично. А я вас, в свою очередь, очень люблю. Целую. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Айка. Всем пока.